всем привет сегодня у нас будет очень творческое видео как видите у меня есть вот такие вот обычные стандартные повязки заготовки которые я сегодня предлагаю вам вместе украсить сделать из них что-то более яркое стильное красивое нарядное сегодня мы превратим обычную стандартную повязку в очень красивый модный яркий и стильный аксессуар у меня есть вот такие вот полухлопковые две но мы их пока отложим в сторону а сегодня мы займемся вот это предлагаю задекорировать вот эту вот очень красивую лавандового цвета повязку она у нас из мериноса ее можно и сейчас еще носить и весной так как меринос обладает терморегулирующими свойствами жарко вам в ней не будет не весной и зимой будет греть начнем как вы наверное уже догадались я планирую сделать серию видео и украсить все повязки сделать для каждой свой подобрать декор я уже подготовилась заказала бусины и бисер видео кстати с распаковка уже на канале вот здесь выскочит сейчас подсказка можете перейти посмотреть это видео что же я заказала но сейчас давайте приступим расскажу что нам потребуется для украшения именно этой краски что я буду сегодня использовать значит нам понадобится какая-то плоская поверхность для бисера потому что я буду использовать использовать бисер который идет у нас 5 грамм и он не круглый он не будет рассыпаться весь он будет я надеюсь он будет лежать на этой плоской поверхности либо же блюдца можно взять нам нужно игла потоньше нить я буду брать черную потому что буду использовать довольно темные бусины нить у меня хлопкова есть специальная нейлоновая нить если у вас такого имеется пожалуйста можете взять нейлоновую ножницы буду использовать вот такой вот золотисто серебристый бисер также буду использовать вот такой бисер такие вот бусины разноцветные здесь и черные и серебристые и серебристо-черные с таким напылением идут и с синим отливом и такого бензина цвета очень красивая все возможно пригодится мне черный еще бисер он тоже пятигранен такой вид форме пятигранника это японский бисер и вот такие вот бусины можно использовать вот эти вот под вопросом и эти тоже посмотрим ну вот это все что беру а там уже будет как как фантазия в общем куда повернет то и будем использовать хочу чтобы сам декор получился искать без каких-то выбивающихся слишком оттенков вот я заказала фиолетовый такой красивый этот у нас тоже переливается будет хорошо сочетаться и фиолетовым и выберем именно фиолетовый синим возможно вот эти шоколадным таким тоже подойдут посмотрим сейчас я подготовлю все материалы приступим уже непосредственно к самому украшению забыла сказать что мы будем использовать бусины разных диаметров разного размера здесь у нас есть и 3 миллиметра и 4 миллиметра 6 и 8 также смесь пусин здесь тоже разные диаметры есть ну и бисер есть довольно крупный и есть у нас черные мелкие и самые мелкие сразу скажу что никакого у меня плана как именно что мы будем здесь расшивать нет вот сейчас как пойдет таки пойдет смысл в том что сначала мы будем расшивать самое нашивать самые крупные бусины потом меньше меньше и еще меньше в общем будем самым мелким бисером потом дополняет заполнять в общем как ляжет будем смотреть чтобы было красиво давайте начнем самых крупных я возьму вот такой вот фиолетовую но сначала нужно нам закрепить нить я нить приготовила сделала в две нити обычный узел завязала закрепляем нить пришиваем несколько раз на довольно аккуратно чтобы это было не слишком видимо не пришиваем просто пришли на теперь закрепляем делайте максимально аккуратные стежки потому что будет у нас потом на изнанке видны вот эти все неаккуратности вот протягиваю куда-то сюда вывожу ниточку и обрезаю прячу как бы кончик чтобы на изнанке у нас не было видно и здесь мы тоже достаточно хорошо закрепили обрезаем нитку такой небольшой кончик оставляем немножко потянули если осталось видно кончик можно его если вот у нас виден кончик здесь можно его туда между волокнами спрятать делайте это сразу потому что потом уже не захочется вам исправлять эти все грешности скажем так вот так пришли одну фиолетовую снова вяжем узел я вот эти хвостики длинные сразу отрезаю берем следующую я возьму такую синеватую закрепляйте хорошо ниточку в одно узелок можно даже ее сразу сделать видно вам закрепили нить надеваем бусину давайте в этот раз ее положим между косичками и немножко отступим от места где мы изначально вытаскивали нить ну вот здесь например мы вытащили вот здесь где-то вытянем ниточку ну точнее пропустим чтобы пусинки было где лечь между петлями тогда так будет так будет надежнее вот она уже легла и она нас не болтается как вот немножко это закрепляем точно так же вот протянули ниточку сделали петелечку на узелок и еще раз можно также теперь прячем ниточку вот где-то между петель но желательно не выводить ее на внутреннюю часть чтобы не было видно вот у меня абсолютно и не видно все и здесь кончик обрезаем больше хвостиком оставлять надо вот этот прячем то у нас сначала получился все дальше покажу как будем принцип того как крепить бусины выполнили сейчас я пришлю бусины в таком хаотичном порядке этим бусинки в силу того что они маленькие нам нужно их крепить в то же самое место когда будем уже прикреплять иглу продевать в то же место откуда мы и выводили мы выразами закреплять бусины чтобы не было видно нить либо же брать нить в тон вот сегодня было прикрепили но я думаю можно сейчас сразу же взять нам и бисер вот этот возьмем я возьму наверное пока две бусинки 3 думаю будет лучше 3 смотреться вот как то так как это вот получится у нас обрамим эту сиреневую чтобы было видно потому что она у нас уж слишком в том получается будет красиво маленькую прозрачную него такая она сиренево-черно-синяя попробовать закрепить три в одном можно еще взять в середину золотую бусинку бисеринку идет прошел через ушко довольно мелкие бисера прошел серьезно ну и одну такую еще возьму гулять так гулять значит нам нужно протянуть в первую скорее всего потому что как бы взял такую петельку вот получили вот такую ну что мы получаем теперь вытягиваем нитку в том месте где мы будем закреплять и просто поддеваем снизу за ниточку на которой у нас крепятся сами бусинки вот подцепили ниточку и просто вот так вот теперь пришиваем то есть закрепляем в том месте где у нас ну чтобы положилась это все петля у нас вот так вот она у нас закрепилась а сейчас я предлагаю взять что-нибудь вот сюда пришить я здесь закрепила уже нить что-нибудь можно тоже в принципе взять по две бусинки черно-серебристую например вот она какая значит я взяла сюда хочу пришить вот такой вот серебристо-черную бусину потом черно-серебристо-синюю вот фиолетовую сиреневую такую лавандовую и 3 золотых бусинки ведь он такой не ярко-золотой такой серебристо-золотистый приглушила на немножко цвет будет всегда сейчас по тому же принципу пришивать петелькой и закреплять так возьмем теперь вот такую комбинацию фиолетовую бисер граненый фиолетовый и не черно-серебристую бусинку фиолетовый и не черно-серебристую бисерсу ка-а-а ка-а ка а у фиолетовый по Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как-то так выглядит готовая работа. Я думаю, на этом стоит остановиться. Весь процесс я не показывала, потому что, ну, наверное, не имеет смысла. Лишь хотела объяснить саму суть и вдохновить на то, что нужно включать фантазию и сочетать размеры, фактуры, цвета и техники того, как пришивать бусины. Просто можно сочетать разные. Изначально мне хотелось как бы больше россыпью ее украсить, а получилось вот то, что получилось. Думаю, на этом стоит остановиться. Здесь можете фантазировать как угодно и на одну нить пришивать бисер. И бусины собирать мелкие и крупные одной нитью и просто поодиночные бусины пришивать. И разных цветов тоже можно сочетать. Вот просто собрать бусины и бисер в одну линию и пришить. Вот как-то так получилось у меня. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Нажимайте на колокольчик в правом верхнем углу канала. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok